Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 6 января, продолжаются праздничные дни, но у нас у огородников очень такими быстрыми темпами приближаются сроки посевных работ. И вот так как я на все вопросы не успеваю отвечать, вопросов приходит очень много, я сейчас быстро-быстро на вопросы ваши в комментариях, которые вы пишете, на самые такие, ну, часто повторяющиеся, постараюсь ответить. Так будет намного быстрее, потому что у кого-то уже нет времени ждать. Сразу извиняюсь, что не буду читать комментарии, где просто спасибо. Я все их читаю, я всем вам благодарна, но вот в данный момент, сейчас, когда мы в режиме цепь нота, когда нам нужно быстрее-быстрее на все вопросы ответить, я ни поздравления, ни благодарности читать не буду, читать буду только вопросы. Прочитаю только первое поздравление, и вас тоже в ответ всех поздравляю. Вот Лариса Горяная пишет, Олечка, спасибо, что вы у нас есть, с наступающим праздником Рождеством Крестовым, здоровья, счастья, любви, удачи, всех земных благ вам и всем нам. Лариса, я вас тоже поздравляю, и всех своих зрителей, друзей на одноклассниках, вообще всех людей поздравляю с праздником, хотя вот по мне праздников слишком много, я уже так хочу, чтобы праздники скорее закончились, и началась такая полноценная работа. Пишет Татьяна Комиссарова, я сколько не сажала, что-то не очень получается, хотя вроде все делаю, наверное, руки не ставлю, все растет, а помидоры не хотят. Это вот к видео про томат демидов, по принципу посадил и забыл. Таня, вам, скорее всего, вы неправильно, может быть, подбираете сорта, вам нужно начать с самых-самых-самых неприхотливых, которые вот однозначно вырастут, вот такой, как демидов, например, и на них научитесь, потом дальше легче будет. Так. Наталья Панова, благодарить, ставим. Так. Арсу Грязнова пишет с наступающим. Хороших и здоровых вам томатиков. Арсу, хороших и здоровых томатиков нужно всем и мне, и вам. Я тоже вам желаю побольше урожая, побольше томатиков, больших, весистых, сладких. Так. У меня перец только в теплице, боюсь даже на улице высадить. Согласна, у нас в Сибири лето короткое, пишет Татьяна Воротынцева. Таня, вот вы нынче, посмотрите мои летние видеообзоры, вот эти сорта, которые я рекомендовала, она к видео, какой перец выбрать жителям Сибири, это комментарий, которые я рекомендовала жителям Сибири, они у меня в этом году вызрели в открытом грунте. Ну, нынче, конечно, было лето теплое, такое жаркое, хорошее, но сибирские сорта вот с коротким, именно районированные, их можно высадить и на улице, но в крайнем случае сделать весной пленочку. Вообще, вызревают перцы у нас в Сибири, но нужно подбирать правильно сорта. Я уже столько раз просматриваю ваши ролики и ни разу там не заметила, что что-то не так, только то, что мне очень-очень нужны ваши советы, ваши разъяснения. Я завела блокнот, теперь конспектирую Наталья Попова. Ну, у вас, Наташа, правильный подход, я тоже конспектирую. У меня всевозможные тетрадки, всякие книжки завела, ежедневники. Это очень упорядочивает нашу жизнь и высвобождает много свободного времени, когда всё записано. Оля, здравствуйте, какие сорта баклажан сажаете? Если можно, расскажите. Татьяна Щёлкина спрашивает. Я баклажаны сажу, но сажу очень мало, потому что, ну, у нас, как-то, я не знаю, так заведено в семье. Мы не очень любим баклажаны, или как перефразировать, может быть, мы не умеем их так вкусно готовить. Их свежими в салат не порежешь. Мы больше вот на такую, на свежую витаминную продукцию, то, что можно покушать летом в свежем виде. Например, томат, перец, огурец, лук там зелёный, всякий репчатый. Вот всё, что в свежем виде употребляется, я выращиваю в большем количестве. А баклажанов высаживаю немного. Один год был даже такой, что я их вырастила, они все пролежали, и мы их в компостную кучу положили. Потому что я почему-то не делаю ни заготовок из них. Но ещё раз говорю, что я, наверное, не умею их просто так вкусно готовить. Надо найти какой-то рецепт, пальчики оближешь, чтобы высаживать. Вообще сажу все, сажу скороспелый Вера, сажу есть синенький, араб, потом чёрный красавец, всякие-всякие. Вот зайду в магазин, какие картинки, красивые баклажан, те беру и высаживаю. Яна Филипова, спасибо. Мы с Урала, город Челябинск. Наверное, мы с нами на одной волне, так что будем идти в ногу, слушаем очень внимательно. Да, мы с Челябинском, у нас примерно одинаковый климат, и одинаковые сорта нам подойдут. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если эту землю выморозить, будет эффект обеззараживания? Елена Новикова спрашивает. Промораживание – это один из способов обеззараживания грунта. Но, везде есть но. Если у вас земля, как сказать, ну есть же высокая степень заражённости, там многолетние болезни, когда эпидемия ежегодная за эпидемией, то лучше её не брать. А если у вас земля более-менее по микробиологическому, вот такому, ну вы сами видите, или у вас больные растения, вот вообще каждый год покрываются этой фитофторой, то лучше вообще избежать. Проморозка, она хорошо действует, но когда там очень много вот этих грибных споров, фитофторы, то одного промораживания не хватит. Нужно ещё какие-то добавлять обработки химическими элементами. Той же марганцовкой полить, или вот я уже говорила вчера, или немного медным купоросом, чтобы вы не занесли, потому что на корнях вот этой рассады, может быть, она, сама рассада, вы и не заметите, что она больна, но когда вы рассадите по огороду, может быть, опять вспышка фитофторы. Но все специалисты говорят, что лучше всего нельзя, ну не надо использовать второй раз, или вот там, где было. Я не поняла, про какую землю, если вы спрашиваете, если эту землю выморозить, будет эффект обеззараживания. Вот когда я готовлю грунт для рассада, я же там говорила и про ту землю, которая чистая с поля, и про ту, которая второй раз. Я не поняла, про второй раз вы спрашиваете, или про чистую, это надо уточнять. Вот, про демидов, ну нужно ли посынковать демидов, про демидов, неприхотливо, я растила в Караганде, у нас в июне, в августе, заморозки, возможно, без укрытия, без проблемной, Гульнара Хамитова пишет. Вот как раз этот комментарий нужно прочитать, вот первой нашей зрительнице, которая пишет, что не может вырастить, все растет, кроме помидор. Надо вам перейти на демидово. Вот интересный комментарий, на этот комментарий я хочу обязательно ответить. Вчера выложила, как получить ранний урожай томатов, там рассказывала про ранние посевы. И Галина Корчуганова, несмотря на то, что я все там сказала, она опять спрашивает, а при затяжной весне, что с ними делать, если теплица не отапливается? Галя, так в этом-то вся и проблема. Я и говорила, что ранние посевы должны быть минимального, минимального вот такого количества. Те, которые, если даже у вас погибнут, вы не ощутите ущерба. Те, которые требуют большого ухода. Те, которые, если поздняя весна, то их надо будет еще раз переваливать и выращивать в больших емкостях. Все-все в этом видео уже сказано. И после этого, что делать, если затяжная весна, вопрос, это все сначала опять мне начинать рассказывать по кругу. Все там сказано. Поэтому я и не советую никому делать рано или новичкам, или большие количества. Все ограничено и первый раз только на пробу. Только на пробу, сможете ли вы вообще это сделать. Потом вот проастелищийся монгольский карлик, пишет Татьяна Лысенко, у нас такого нет. Таня, у нас такого тоже нет, к сожалению, в магазине. Мне вот добрые люди, зрительницы две прислали в прошлом году. Я его размножила. Теперь он у меня есть на будущий год, второй год. Попробую даже его в теплицу как-то затолкать в подножном варианте, в таком стелющемся. Буду его всяко-разно испытывать. Но у нас в магазине я тоже ни разу не видела. Дальше. Вот тут тоже интересно. Екатерина Клементьева пишет. Скажите, исходя из вашего опыта, как лучше посадить топата в теплицу, если форма теплица полукругом? Или можно как-то модернизировать теплицу? Поставили по незнанию такую теплицу, сезон отмучились. Хочу теперь учесть ваш совет. Вы знаете, Катя, я вот думала, думала, я уже один раз упомянула про вас в предыдущем видеоролике. Я даже ни разу не видела теплицу круглую, полукругом. Я уже говорила, у нас такой город, как отдаленный, не очень крупный. У нас они все стандартные. Вот 3х8, 3х6, 3х4 и все вот таким тоннелем. Я сильно в интернете не сижу и как модели другие теплицы я не смотрю. И я даже не видела полукругом. Я даже, если честно, не могу представить, о чем вы говорите. Уж не говоря о том, что какой-то совет дать, я даже не представляю, как можно сделать круглую теплицу. Но у меня это в моих мозгах не умещается. Может быть, когда я увижу, ну не видела ни разу. Маргарита Шапошникова пишет. Уважаемая Оля, я покупаю пластиковые ведра на рынке в молочных рядах из-под йогурта, сметану, продают по 15 рублей. За это видео отдельное спасибо. У меня теплица, живу на юге, а ранних томатов и нет. Хотела бы знать еще и про огурцы и их сроки посева. Под свой регион посчитаю. Так, начну все по порядку. Рита, у нас вот молочных рядов на рынке как таковых нет. Я не знаю почему. Ну, потому что у нас, наверное, почти все вокруг города, население имеет свое молоко. Ну, я даже не знаю, объяснить не могу, почему у нас нет молочных рядов. Ну, вот такого у нас нет. Продают мясо, да, привозят из деревень. А молоко из деревень привозят в полторашках, в пластмассовых. Никаких ведер я не видела. А вот про огурцы, я вам скажу, что да, огурцы именно ранние, вот в ведрах. Я в позапрошлом году, было вообще подробное видео с того, как я замачиваю, семена проклевываются, как я их сначала в стаканчике, потом в ведерке, потом уже из ведерка в большую тару пересаживаю. Ну, про огурцы я буду говорить чуть позже, потому что сейчас совсем рано. У них ведь вегетационный период очень короткий. Если скороспелые вообще 45 дней, там 45, есть 50, ну 60. И поэтому мы их сеять начинаем только в марте. Я, наверное, в конце января расскажу, чтобы вы тоже в южном регионе успели это послушать и для себя подсчитать, но их немножко попозже. Сейчас мы даже про огурцы и не мечтаем. Так, спасибо большое за видео. Если так посадить рассаду для выращивания в ведре, это как получить ранний урожай сладкого перца, подойдет такой ранний способ. Ведь апреля в ведре рано выставить в теплицу. Вот смотрите, Наташа Стадник это написала. Наташа, я вот то же самое показывала про огурец, как я огурец выращивала в ведре. И да, в апреле рано выставлять в теплицу, но если будет минимальное количество, мы вот с этими огурцами, мы утром выставляли эти ведра в теплицу, на ночь заносили, утром выставляли, на ночь заносили. Для них это очень большое, как сказать, помощь, вот этот солнечный свет, они сразу, грунт обеззараживается. Листья делаются такими зелеными, ярко-зелеными. Там все, все процессы сразу ускоряются у них, они растут там очень хорошо. И в прошлом году именно так в ведре я выращивала перец-колокольчик. И он у меня до конца так и провел свою жизнь, всю жизнь в ведре. Но его можно было потом из ведра высадить или в теплицу, или куда-то, я не стала. Да, я выносила, вот, например, несколько дней, если теплых, и днем и ночью стоял в теплице. Как только передадут похолодание, я его тащила в дом. Выращивание в ведре вообще очень удобный способ, я потом буду отдельно про это говорить. Я выращиваю в ведре огурцы, вот выращивала в ведре вот эти перцы. В ведре можно вырастить и томаты, и все. А огород на балконе в прошлом году показывала. Вы, наверное, не смотрели, но позже добавились. Все томаты, которые я высаживала в ведра, я их выставляла. И если, например, хотите ранний урожай в ведре получить, ну, там одну-две, их можно заносить, но несколько раз занести это не так сложно. Но, опять же, если вы где-то рядом находитесь с теплицей, если садовый участок далеко, то это, ну, будет сложновато. Так, Наталья Иванова пишет про лунный календарь. Тут про лунный календарь вообще интересные комментарии. Думаю, лунные штуки – это просто маркетинговый ход, то есть полная хрень. Я, конечно, лунный календарь в него тоже сильно не верю, но я вот так подумала, а если маркетинговый ход, то что они имеют из-за того, что мы сеем на неделю раньше или на неделю позже? Я не думаю, что можно сильно обогатиться на таком маркетинговом ходе. Не знаю. Может быть и так. Так, вот еще один зритель. Ну, уроки садоводства подписано. А я сею перец темп F1. Это к видео ранее посева перца, какие сорта выбрать. Да, может быть он у вас тоже хороший, но дело в том, что я сею только сортовые овощи. Хоть это перцы, хоть это томаты. Делаю это для того, чтобы можно было собрать семена и потом воспроизвести. Ну, как мы знаем, ну я не знаю, я не пробовала с перцев гибридов, но с остальных овощей гибридов получить семена полноценные не получается. Получается, потомство не повторяют, не все не повторяют материнских качеств. Поэтому у меня сортовые. Ну, может быть, если кто сеет гибриды, я даже не изучаю и не интересуюсь семенами, которые гибридные, поэтому этот сорт для меня не знаком. Таня Ионова пишет, спасибо, буду пробовать, посею немного раньше. Да, раннюю продукцию всегда приятнее получить, чем в конце лета. Вот пишет Ксюта Николаевна, Оля, посоветуйте время для посадки острого перца до биологической зрелости 135 дней. Вот смотрите, нам даже не важно, сколько 135 или 140, все они с длительным сроком вегетации, вы должны знать, что перец мы сеем раньше, потому что ему нужно, ну, это везде в справочниках написано, специалисты рекомендуют, 100 дней он должен провести от сходов до цветения, но не должен, у него так и получается. Я вот вам примерно скажу, смотрите, если посеете 10 февраля, а 20 февраля он у вас взойдет, вот считайте 100 дней. 20 марта, 20 апреля, 20 мая, 1 июня. Значит, в начале июня он у вас начнет цвести. Если эти сроки приемлемы, и для того, чтобы вы их куда-то высадили, или там где-то, может быть, подержите еще, то 10-го февраля, 10-го, 20-го февраля будет нормальный срок посева. Вот считайте 100 дней до цветения, а еще потом от цветения до созревания и до зрелости еще месяц, 30-40 дней. Вот так вот высчитываем. Но ведь у нас посоветовать время посадки-то можно любое, можно и в январе посадить. Есть ли у вас, будут ли у вас потом условия, когда он уже зацветет и начнет формировать плодик, будут ли у вас условия, вы даже не указали, какой регион, будет ли у вас куда его высадить? Так. А, вот еще интересно, тоже хотела ответить девушке. Танзеля Зиганшина. Здравствуйте, Оля, хотела сесть на диету, но помидоры и томатный сок не могу кушать, нагрузка на печень идет, чем можно заменить? Как раз о диете давно не говорили, я сейчас вам скажу. Вот смотрите, у меня помидоры тоже уже кончаются, почти кончились. Томатный сок я не люблю, я его тоже редко пью. И я все это делала только первый месяц, там полтора, чтобы, как, ну, чтобы вот весь основной. Сейчас у меня, когда ушло 10 килограммов, я уже вот такого вот жесткого графика, который я вам читала, то-то-то, не придерживаюсь. Я, например, самое главное, что по-прежнему не ем хлеб и не ем сахар, хотя хлеб очень люблю, поэтому я и такая полненькая, и сахар очень люблю, кофе без сахара вообще не понимаю. Теперь я сахар за ним меняю ложечкой меда утром, хлеб вообще не ем, это табу, пока полностью не приведу себя в порядок, есть не буду. А помидоры и томатный сок сейчас у меня тоже я не употребляю, но вот заменять любыми-любыми овощами. Не хотите помидоры, сделайте какой-то морковный салатик, построгайте морковку. Я вот беру корейскую морковку, хотя и она островатая, но я туда делаю такую хитрость. Сама не могу полностью воссоздать корейский салат, у меня не получается, вкус не тот. Беру корейский салат, настрогаю дома столько же моркови своей, перемешиваю вот весь этот салат и делаю таким образом менее острый. Менее острый, и он получается как бы полусвежий, потому что там же все-таки и уксус, эти все перцы. Но именно морковь я люблю вот из всех из этих. И морковью заменяю, и вот эти помидоры можно заменить, и все, чего нет, можно заменить морковкой. Морковка очень полезная, употреблять ее нужно. Вот про запрещенные дни, про лунный календарь, Виктор Умнов пишет, шарлатанство. Ну, это кто-то придумал, не мы придумали, и не я это первая придумала. Пол страны смотрит на этот лунный календарь. А я просто в просветительских целях. Не все покупают лунный календарь. В интернете можно заблудиться в лунных календарях. Я раз уж рассказываю обо всем, обо всех своих этих огородных делах, вот все, что я делаю, показываю. Шарлатанство это или нет, я судить не буду. И еще там где-то вот про злую тетеньку. А, вот. И под конец, чтобы поднять настроение себе и вам, прочитаю вот этот комментарий. Пишет Надежда Пехтелева. Оля, я, конечно, не по теме, но у вас такой приятный голос. Ну, вот стоп-кадр, как анонс, видео получается, на нем вы такая угрюмая и как будто злая. Улыбайтесь чаще, пожалуйста. Надь, спасибо, что вы, как это, переживаете за мой имидж, чтобы я не была угрюмая, не была злая. Но я сейчас вам объясню. Я вот от вас, сейчас вот читая это, первый раз в жизни узнала, что может быть какой-то стоп-кадр и где-то там какие-то анонсы. Я ни разу этого не видела, потому что, вы понимаете, я захожу только вот на свой канал YouTube и на Одноклассники. Я почти нигде в сети не бываю. Естественно, я ничего этого не вижу. И я даже не видела себя ни разу ни на стоп-кадрах. Я вообще даже не знаю, что это такое. Но сейчас я объясню. Вы знаете, я когда сижу и рассказываю, конечно, мне не до смеха. Это, во-первых, нужно удержать в голове такой объем информации. Я вот сижу, сосредоточусь, да, я хмурю брови, я вспоминаю, что рассказала, что не рассказала. Это ведь очень сложно. Просидеть и, глядя на кухонный шкаф, который впереди меня стоит, рассказать всю эту информацию. И, конечно, я расстраиваюсь, я и часто оговариваюсь, расстраиваюсь, что что-то забуду. И вот я сижу у этих хмурю бровки. Я об этом, конечно, не думаю. И, во-первых, я не думаю. Я ко всему этому отношусь очень серьезно. Мне хочется рассказать так, чтобы все поняли. Я вот из себя, из кожи вон лезу, чтобы все донести. И мне, конечно, не до того, как я выгляжу. Я же не вижу свое отражение напротив, нигде. Я неподготовленный человек. Кто-то диктор, может, их учат там улыбаться, но мне, даже если бы я не была сосредоточена, и мне не надо было бы удержать всю эту кучу информации в голове, не забыть там цифры какие-то, сорта, все это. Это же очень сложно. Даже если бы я просто какую-то сказку рассказывала. Ну, знаете, я вот сижу одна, в пустой комнате, напротив меня кухонный гарнитур, и вот сидеть и улыбаться, глядя на шкаф, но я не могу, но я естественный человек, я никакие свои эмоции искусственно выдавить не могу из себя. И мне кажется, вообще, я буду выглядеть для себя, как дурочка, когда буду сидеть и улыбаться, глядя на шкафчик. Мне прям смешно. Ну, я, если честно, я никогда не задумывалась о том, как я выгляжу вот с той стороны. Конечно, людям хочется на веселых, улыбающихся людей, но я не могу улыбаться без причины. Если мне не смешно, вот сейчас мне смешно, когда вы сказали, что я там сижу, угрюмая, злая, вот бы мне посмотреть. Может быть, я увидев себя, я видела стоп-кадры других, ну, как с других видео когда-то, видела, что... И я всегда смеялась, что людей так, в таких позах застает камера, что то открытый рот, вот такой набок скривленный, то глаз какой-то прикрытый, косой. Наверное, я такая же, но я не видела себя, и слава богу. Ой, смешно. Ну, сказать, что постараюсь улыбаться, я не могу. Наверное, придется людям потерпеть, да вот такую злую, злую бабку угрюмую на стоп-кадрах посмотреть. Ну, не запоминайте меня злой и угрюмой, запоминайте меня такой, какой я вот сижу, когда я шевелюсь, когда я не на стоп-кадре. Надь, спасибо, вот за такой комментарий, потому что вы единственная, кто об этом сказали. Хотя бы я узнала, что такое стоп-кадр, и что там на анонсах я получаюсь не такая, как я смотрю у себя на видео, на картинке, а намного хуже. Но на самом деле я не очень страшная, поверьте. До свидания. Желаю всем хорошего настроения, улыбайтесь почаще. Но я вот умею улыбаться только в ответ на шутку или в ответ на улыбку в мою сторону. Улыбаться кухонному шкафу я не умею, пока не научилась. Может быть, научусь, какие мои годы. Если говорили, раньше после 40 жизнь начинается, теперь я поняла, что после 60 тоже может только начаться жизнь веселая такая, полная каких-то новостей и такого всего неизведанного, чего я не знаю. Я всего два года в интернете, ну в смысле, что у меня ни страницы не было, ничего, я всех этих подробностей не знаю, буду учиться. Все. До свидания. С вами ваша Ольга Чернова. Продолжение следует...